Всем привет! Буквально сегодня выходит или даже скорее всего уже вышла игра под названием Wolfenstein The New Colossus. Это просто прекрасный и зубодробительный шутер от первого лица, который может завлечь вас не только своим геймплеем, но также интересным и даже в какой-то степени забавным сюжетом. События игры разворачиваются в альтернативной вселенной, в которой Третий Рейх победил во Второй мировой войне благодаря технологическому скачку. По-моему, такой сеттинг не может не заинтересовать, ведь сама его суть намерена провокационно, но в то же время и очень любопытна, потому что даёт взглянуть на пусть и субъективную, но довольно интересную фантазию на тему того, как бы мог измениться мир под влиянием нацистского режима. Сразу хочу предупредить, что рубрика «Краткая история мира» призвана лаконично пересказать сюжеты событий игры. Здесь я не буду скрупулёзно изучать вселенную и детально разбирать её события. Скорее всего, некоторым покажется этот разбор поверхностным, но на деле он таковым и является. Я хочу познакомить с лором, персонажами и сюжетом игры людей, которые ещё не играли в неё и напомнить обо всём тем, кто играл давно и многое забыл. Если же вам хочется, чтобы я конкретно взялся за эту вселенную, а в частности сиквел, то явным признаком этого для меня будет активная поддержка с вашей стороны в виде лайков. Но не буду вас больше утомлять и давайте же перейдём непосредственно к самой игре и её сюжету. Присаживайтесь поудобнее, это Ликорис и вы смотрите краткую историю мира Wolfenstein The New Order. И не только. Сюжет разворачивается спустя три года после событий предыдущей игры, вышедшей в 2009 году, Wolfenstein. Если вкратце, то вот что там происходило. Главный герой Вильям Б. Джей Блашкович, американский шпион, работающий на УСО, управление секретных операций, снова сталкивается с паранормальной дивизией СС. Во время одной из миссий он крадёт необычный артефакт, тулийский медальон. С его помощью можно открывать вход в параллельное измерение, которое называется Тень. Тень – это альтернативная версия обычного мира, но включающая в себя некоторые особенности измерения Тёмного Солнца. Тёмное Солнце же – это ещё одно измерение, но очень нестабильное. Так вот глава паранормальной дивизии СС, генерал Цетто, хочет завладеть силами этого измерения, чтобы поработить весь мир, ибо энергия из этого мира очень могущественна. Узнав об этом, УСО приказывает Блашковичу остановить их. С помощью местного сопротивления Б. Джей устраняет генерала Цетто, однако управление дивизии переходит в руки к другому генералу – Старому врагу Блашковича – Черепу, то есть Вильгельму Штрассе. В самом конце игры главный герой встречается лицом к лицу с антагонистами в лице Штрассе и величайшего солдата Третьего Рейха – Ганса Гроссе. Кстати, интересный факт – Ганс является первым боссом игры Вольфенштайн 3D. Так же как и в игре 1992 года Ганс Гроссе встречает Блашковича вооружившись двумя четырёхствольными пулемётами, споренными с ракетомётами. Естественно, протагонист побеждает обоих и в ходе сражения уничтожает портал, ведущий в измерение тёмного солнца. Так как сам портал находился на борту Дирижабля, то поломка портала провоцирует его взрыв. Блашкович хватает у случайно оказавшегося на его пути нациста парашют и спрыгивает с Дирижабля. Летающий аппарат разбивается, миссия выполнена, человечество спасено и всё вроде бы хорошо, если бы не одно «но». Вильгельм Штрассе выжил. Поэтому, несмотря на все эти усилия, война с нацистами всё ещё продолжается Wolfenstein The New Order. Как я уже сказал, события игры разворачиваются спустя три года после вышеописанных, однако перед тем как перейти к ним, стоит ещё вспомнить о дополнении под названием Old Blood, которое является приквелом к игре. На пороге окончания Второй Мировой Войны Усу послает Би Джей Блашковича и Ричарда Уэсли проникнуть в замок Вольфенштайн и найти секретную папку, содержащую местоположение комплекса Черепа. Сама же папка находится у Хельги фон Шапс. Хельга является командиром замка Вольфенштайн, но их план проваливается и их ловит Руди Йегер, заместитель Хельги и начальник тюрьмы при замке. Их доставляют в тюрьму и ставят на охрану суперсолдат. Суперсолдаты – это великое изобретение Вильгельма Штрассе – генно-модифицированные люди, закованные в тяжёлую броню. Блашковичу удаётся сбежать из своей камеры, он решает спасти Уэсли, а по пути узнает больше информации про Хельгу фон Шапс. Оказывается, что она пытается найти склеп, в котором находятся артефакты короля Оттона I – он был первым немецким императором Священной Римской Империи. В конце концов Блашкович находит Уэсли в допросной замке. Видно, что его долго пытали и калечили. Биджей пробует освободить его, но внезапно появляется Руди Йегер и включает электрический стул. Уэсли погибает, а Блашкович теряет сознание. Теперь уже протагонист оказывается на месте своего друга и подвергается пыткам. Но в какой-то момент Уильяму удаётся освободиться. Он бросает Йегера на стул, а потом убивает его собаку – Гретту. Потом начинается побег, в процессе которого Блашкович отбивается от толп нацистов, взрывает фуникулёр, падает в воду, уничтожает механического пса и попадает в деревню Вульфбург, где встречается с Кейстлером, другим агентом УСО. Практически сразу таверна, в которой проходила встреча подвергается атаке со стороны нацистов. После их убийства появляется Йегер, облачённый в тяжёлую броню, который тоже ничего не может сделать и погибает от руки Блашковича. Победив всех врагов, Биджей зовёт Кейстлера и Аннет, и они направляются к старой церкви, где Хельга фон Шапс ведёт раскопки с целью выкопать находящиеся под землёй склеп короля. Также в Вульфбурге Блашкович встречает агента второго по имени Пиппа. Она работает медсестрой под прикрытием. Она помогает ему пробраться в таверну, чтобы украсть папку с документами у Хельги фон Шапс, снаряжает его всем необходимым и отправляет в канализацию. В таверне он переодевается в официанта и встречает Хельгу, но она раскрывает Франция, то есть Биджея. В этот же момент происходит землетрясение, вызванное подрывом входа в склеп, из-за чего началось распространение странных газов, которые начали превращать мёртвых в подобие зомби – Шамблеров. Блашкович пользуется моментом – освобождается и сбегает к Пиппи. К сожалению, его подруга подверглась нападению Шамблеров, погибла и сама стала таковой. После этого Биджей направляется на поиски Кейстлера и Аннет. Он уходит их возле старого города, где предстаёт перед выбором – спасти своего агента или невинную девушку. Выбрав одного из них, протагонист находит экспериментальный боевой аппарат, что-то вроде меха и угоняет его. На нём он пробивает себе дорогу через старую церковь к кладбищу. На кладбище тоже находятся враги. Он убивает их, спускается в подземные туннели, находит вход во внутреннее светилище, но снова попадает в ловушку Хельги. Она подвешивает его вниз головой за цепи и рассказывает свой злодейский план. Выясняется, что она хотела освободить то, что таилось в клепе короля Оттона первого столетиями. Этим оказывается монстрообразное существо неизвестного происхождения – мерзость. Она убивает Шрайнера и её офицера и калечит её саму. Естественно, Блажковичу достается честь победить это существо, с чем он прекрасно справляется и направляется к Хельге. Она говорит, что проиграла и умирает. Блажкович забирает папку с документами о местонахождении крепости Черепа и ему на голову падает камень. Его спасает Фергюс Рид, один из лучших друзей Биджея, и помогает выбраться. По пути он рассказывает о найденном теле Пиппы. А перед тем, как покинуть город, Блажкович видит Анетта или Кейслера на причале, смотря кого он спас. В конце дополнения Блажкович и другие солдаты сидят в грузовике и направляются на аэродром Кинлас, заканчивая последние приготовления перед нападением на комплекс Черепа и началом самой игры Wolfenstein The New Order. Так вот, прошло три года с момента событий последней игры Wolfenstein. Каким-то неизвестным способом нацистам удалось свершить скачок в своём технологическом развитии, что сделало их невероятно сильными. В июле 1946 года агент Филем Биджей Блажкович вместе с ветераном шотландских военно-воздушных сил Фергюсом Ридом и неопытным рядовым Пробст Вайтом III принимают участие в массивном рейде на огромную крепость, которая находится на берегу Балтийского моря. Эта крепость является комплексом Черепа, которой руководит заклятый враг Блажковича – Вильгельм Штрассе. В ней расположены лаборатории и проводятся различные эксперименты. Во время полёта что-то идёт не так и их сбивают. Они пробиваются через крепость на суше, но в конце концов попадают в ловушку. Их хватает Череп и суперсолдаты. Вильгельм Штрассе ставит Биджея перед выбором. Один из двух его соратников подвергнется экспериментам со стороны Черепа и он должен выбрать кто. Если же он откажется выбирать, то погибнут все. После того, как Череп свершит свои ужасные пытки одного из двух напарников на глазах у Блажковича, он выйдет из комнаты, но перед этим всё равно прикажет одному из солдат сжечь всех оставшихся пленников. Им получается освободиться до того, как комната взрывается. Они спрыгивают в воду и в это время происходит взрыв. Один из осколков попадает у Вильяма в затылок, что его парализовывает и превращает в овощи. Через какое-то время тело Блажковича без сознания находят моряки из Польши. Его доставляют в психиатрическую лечебницу в Польше, где он пребывает в абсолютно неадекватном состоянии. Там за ним ухаживают медсестра Аня Алиева и её родители. Они, кстати, управляют этой лечебницей. Время от времени Блажкович становится свидетелем того, как нацисты забирают у доктора пациентов, поскольку считают их недолюдьми и хотят их использовать. Через четырнадцать лет, то есть в 1960 году нацисты отдали приказ о прекращении работы лечебницы. Они прибывают к доктору, говоря, что он послужил им хорошо и начинают убивать всех пациентов. Видя это, он не может не остаться в стороне и пытается сопротивляться, вследствие чего погибает он и его жена, родители Ани. Когда доходит речь до Блажковича, то он неожиданно берёт себя в руки, убивает нациста, а потом и весь его отряд. Берёт с собой Аню и сбегает из лечебницы. Блажкович и Аня приезжают на ферму её дедушки и бабушки, где ему рассказывают, что армия Гитлера победила в войне, заставив США сдаться в 1948 году, используя ядерное оружие, а члены сопротивления были пойманы. Бюджей допрашивает офицера, которого взял в плен из лечебницы и узнаёт, что членов сопротивления держат в тюрьме в Берлине. Дедушка тайно проводит Уильяма и Аню через контрольно-пропускной пункт в Штеттене, но что-то идёт не так и им приходится пробивать себе путь. В итоге им получается добраться до поезда, идущего до Берлина. На поезде он натыкается на фрау Ирена Энгель, начальника концентрационного лагеря и её компаньона Ганса Буби Винкли. Она предлагает Бюджей присесть с ними и пройти один тест. Тест на чистокровного арийца. Ему нужно выбрать одну из двух фотографий несколько раз и в конце, казалось бы, он его проваливает, но оказывается, что всё это просто шутка. Его отпускает и он идёт к Ане. С этого момента у них начинается отношение. По приезду в Берлин Аня помогает Блажковичу проникнуть в тюрьму, где он встречает того, кто остался жив после его выбора 14-летней давности. Фергюс либо Вайетт ведёт Бюджей и Аню к лидеру кружка Крейсау – Каролине Беккер. Кружок Крейсау – это группа сопротивления в Вайзенштадте. Данная организация боролась с нацистскими солдатами, которые уже почти захватили город. Сама же Каролина парализована из-за выстрела Ганса Гросса ей в спину в 1943 году. Вдохновившись возвращением Блажковича, сопротивление решает нанести удар на исследовательский центр, оккупированный нацистами в Лондоне, а также украсть документы о проекте Шопот, секретном вертолёте нацистов, и его прототипы. В документах также говорится, что нацисты используют так называемый супербетон, который позволяет им строить города за недели. А позже им становится известно имя Сет Рот. Для обычных людей он известен как Часовщик из Штутгарта, но на самом деле он втайне был членом секретного общества под названием Даат Эхуд, занимаясь удивительным исследованием в различных областях науки. Правда сейчас его держат в концлагере Беллица, что в Хорватии. Сопротивление решает его вызволить и отправлять туда Блажковича под видом заключённого. Там он находит Сета и он рассказывает ему, что он был ответственен за создание супербетона, но теперь его технологию используют нацисты. И про тайное общество Даат Эхуд. Даат Эхуд – это древнее еврейское общество, которое создавало технологии, опережающие своё время. Более того, он предлагает свою помощь, сопротивлению, но взамен просит уничтожить этот концлагерь. Блажкович конечно же соглашается. Ему необходимо найти батарею для специального устройства, дабы управлять боевым роботом нацистов, которого Сет изобрёл до попадания в лагерь. Но когда он пытается добыть батарею, его бьёт током, а когда просыпается, то оказывается на площади, где его и Сета готовятся казнить с помощью этого самого робота. Однако Блажковичу всё-таки удалось достать батарею. Он кидает её Сету и тот, дистанционно управляя роботом, приказывает ему атаковать Фрау Энгель. Она получает страшную травму, а главный герой и его друг спасаются. После того они устраивают полный хаос в концлагере, уничтожают его и освобождают узников. Добравшись до убежища, Сет рассказывает Кружку Крэйсава на секретном убежище своего Тайного Ордена. Тогда они крадут подводную лодку и направляются туда. В этом бункере они находят некоторые артефакты. Особый экзоскелет, взаимодействующий напрямую с нервной системой человека и специальное устройство – шар. Шар является собой очень мощное оружие – металлическую антигравитационную сферу, зависающую над Объектом Поражения и выбрасывающую из своего корпуса множество Троссов с зацепами, которые цепляются за поверхность Объекта. С помощью внутренних сил сфера начинает вращаться, наматывая на себя Троссы. При этом последним сообщается Чудовищная Сила, которая буквально разрывает Объект на части. Блажкович получает новое задание – проникнуть на Лунную Станцию. С помощью этого артефакта он разрушает мост, по которому ехал один из учёных. Он убивает его, забирает его документы и вместо него летит на Луну. Прилетев туда, Биджик ордёт нужные ему коды и возвращается на Землю. Однако по прилёту выясняется, что Фрау Энгель совершила нападение на Убежище Сопротивления, похитив Аню и Сета. Блажкович забирает выживших, включая Каролину, и сбегает на подводной лодке. Чуть-чуть переждав, они решают напасть на личную крепость Черепа. Снова используя артефакт Сета, они делают первый шаг. Во время штурма Блажкович подвергается нападению со стороны Буби, любовника Ирены. Он вкалывает ему какую-то жидкость и Биджей теряет сознание. Очнувшись, он видит перед собой Буби и Фрау Энгель, наблюдающую за ним через камеру. Ну и, конечно же, яд не действует на протагониста, и он жестоко убивает этого лохопеда. После спасения попавших в плен членов Сопротивления, Блажкович попадает на верхние этажи крепости, где находит лабораторию Черепа. Он приветствует Биджея и рассказывает о мозге, который он вынул в начале игры у одного из его товарищей. После очередной злодейской речи он совывает его в робота. И, к сожалению, Блажковичу ничего больше не остаётся, кроме как убить друга. Но не тут-то было. Теперь на сцену выходит сам Череп внутри огромного робота. Правда, ему тоже ничего не удаётся сделать и Уильям разрушает робота, а Вильгельма Штрасс высовывает из него. Тем не менее, у Черепа оказывается граната и он взрывает её, убивая себя и калеча Блажковича. В тяжёлом состоянии он отползает в безопасное место и видит, как Аня, Сет и Каролина спасают заключённых. В конце игры все выжившие садятся в вертолёт и улетают, а раненый Уильям остаётся в замке и отдаёт приказ стрелять из ядерной пушки. Но после показа финальных титров можно услышать звуки приближающегося вертолёта. Видимо за ним всё-таки вернулись. Ну, собственно, на этом и всё. Вольфенштейн The New Colossus Блажкович просыпается на борту подлодки Молот Евы после длительного лечения. Теперь ему предстоит снова сразиться с нацистами и устроить вторую американскую революцию. Фух, ребята, это было насыщенно, не знаю получилось ли у вас запомнить имена всех главных персонажей или нет, но хотя бы об основных событиях вы теперь будете знать. Напишите в комментариях, что из всей истории впечатлило вас больше всего. Меня, например, смерть Пиппы и вообще все события в Ульфбурге. Пиппа, смешное имя. Ну и ещё раз повторю, что если вы бы хотели увидеть продолжение разбора этой вселенной, то не стесняйтесь лайкать этот видос. Это поможет мне и вам. Спасибо за просмотр, увидимся!